всем привет дорогие друзья с вами павел багрянцев я продолжаю гулять по набережной записывать это видео катера тут позади меня очень красиво и в этом видео я хочу ответить на вопрос про окружение я уже записывал неоднократно эти видео я понимаю что нужно развивать эту тему дальше по вашей просьбе потому что мне вот сегодня написала девушка очень благодарна нашла мой видеоблог и говорит что в ее окружении нет людей которые бы занимались саморазвитием которые бы стремились себя развивать нравственно физически там на интеллектуальном уровне на разных уровнях нету она говорит я не знаю как изменить как и я одна такая на самом деле за последний год и мне уже седьмой или восьмой человек вот так написал у одной девушки она мне писала полгода назад было чуть ли не до слез ее окружение вообще не понимала то есть все ее окружение там пьянствует мат какие-то истерики ссорятся все она чувствует что она другая она ну вообще то есть ее никто не может понять вот она вот познакомившись там с каким-то моим творчеством да увидела что во мне единомышленника что это тот образ мыслей который совпадает с ее и знаете меня порадовало то что сейчас молодежь реально в таком юном возрасте появляются с другим сознанием знаете как дети индиго сейчас да ну такая тема есть что сейчас рождаются дети нового поколения у которых уже совершенно другие навыки которые одаренные ну в общем которые совершая как с другой планеты вот сейчас также молодежь в очень раннем возрасте становится очень сильно осознанной даже наверное но ко мне это пришло намного позже а сейчас ребята мне пишут им по 14 15 там 17 лет и которые за настолько вот погрузились до в мысли о том как себя развивать как жить дальше как жить осознанно как не прожечь эту жизнь как не быть как все там до пьянки бухалки мат там переспать друг с другом да там в компании перецеловаться вечеринки обнимашки тисканье в этих углах да на днях первокурсника это круто но блин это же реальная проблема то что ребята не знает что делать девчонки не знаю что делать расскажу друзья все я это проходил и на это могу сказать лишь следующее в юном возрасте очень ну практически нет людей у которых бы уже конкретно сформировались жизненные ценности приоритеты даже когда я был в этом возрасте у меня тоже еще не было жизненных ценностей жизненных приоритетов то есть когда мы общались с позитивными людьми мы вели себя позитивно хорошо мы не дрались мы не пили алкоголь там мы не покуривали в углу когда мы общались с другой нашей компашкой с нашими в кавычках друзьями детства мы тоже начинали им подражать мы тоже начинали выпивать курить там одно другое плохие привычки и она знаете вот так импульсивно жизнью подростка вот она такая кто на него влияет таким он и становится почему многие стараются детей там спорт отдавать хотя и в спорте до люди еще похлеще бухают пьют водку и курят потому что у меня все мои одноклассники практически мастера спорта кмс и так далее тот на олимпиаде выступал я это знаю как никто тем более сам кандидат мастера спорта по академической гребле поэтому там с алкоголем ого-го друзья вот и сейчас вот почему тяжело вот вы стали более осознанным до более взрослых людей вам возможно не дотянуться если у вас нету знакомых более взрослых братьев сестер до которые бы могли вас в эту компанию в это окружение поместить если такого нет я считаю что вы должны с помощью книг не знаю может быть видеоблогов может быть каких-то бизнес встреч каких-то клубов по интересам очень везде где могут собираться такие люди мне кажется вам надо посещать такие места скажу честно вы можете быть еще не интересным человеком для такого общества вы возможно слишком юны еще у вас может быть людям еще с вами пока не о чем поговорить ну без обид только да но когда вы начнете вот как бы стремиться к этому каким-либо способом самопознанию или даже если у вас в городе нет таких людей хотя в это не верю если у вас нет такого общения попробуйте сформировать это общение в интернете найдите какие-то форумы группы очень много групп где много осознанных людей эти группы так и называются да они там либо относительно ветвь либо там про йогу либо про вегетарианство либо просто для про мотивацию саморазвития во всех этих группах большинство людей состоит которые как раз таки занимаются саморазвитием просто смотря что для вас саморазвитие какой путь вы для себя выбрали а вот и смена вашего окружения она будет происходить очень медленно поверьте у меня это происходило очень медленно это это годы друзья это три четыре пять лет вот с того момента как только вы начали менять свою жизнь как только вы начали работать над собой а я понимаю что вы хотите быстрого результата и вот вы мне пишете павел но я вот стараюсь я читаю я изучаю я я учусь инвестированию финансовой грамотности я занимаюсь спортом я не пью не курю но блин почему же вокруг меня нет таких людей где мне их найти не появятся они сразу это и есть жизнь они сразу не появятся это будет прошлом прошло там полгода вы встретили какого-то одного человека к у которого мысли схожи но он может быть еще далеко от идеала от вашего да может быть он покуривает может быть даже выпивает но у него уже есть хотя бы какие-то мысли на уровне ваших там просто надо к чему-то стремится надо достигать надо там ну ну какие-то нравственные мысли может быть либо просто мысли об успехе потом хоп еще год прошел полтора какой-то еще второй человек на горизонте появился а потом это будет как геометрическая прогрессия потому что когда таких людей появится несколько то кто-то из этих людей вас по-любому привлечет в свою компанию в свою жизнь как бы либо вы вместе да попадете в какое-то общество в котором у вас пойдут перемены да какие-то могут быть это семинары там все что угодно ну то есть я хочу чтобы вы понимали что это не один алгоритм но это не какая-то формула взял пошел сделал получил окружение взял прочитал книгу об успехе и завтра у тебя все друзья тоже думают об успехе такого не будет конечно жизнь нам этих людей а вроде бы случайно да но случайно ничего не бывает но жизнь этих людей к нам направляет главное чтобы вы не останавливались это проверка это проверка на прочность если вы остановились сдались то вы так и не дошли до этого жизнь вам так и не дала таких людей и мне очень повезло я таких людей встретил еще в школе и мы с моим другом прошли такой очень длинный путь сейчас наши пути разошлись мы очень хорошо друг другу относимся созваниваемся раз в год но это не важно мы помогли друг другу это сделать и вот у вас будет также а сейчас когда прошел определенный этап есть уже определенный возраст да мне практически 30 лет то в этом возрасте у многих людей у моего окружения уже сформировались жизненные приоритеты то есть этот возраст это когда уже человек сделал жизненный выбор как он будет жить он будет строить бизнес он уедет медитировать в тибет либо он будет работать в найме ездить на дачу и бухать каждые выходные он уже сформировал отношения к своей жене супруге либо к своей второй половине он уже сформировался все он зрелый человек но на самом деле это не в 29 не в 30 происходит гораздо раньше но я имею виду что сейчас мне достаточно легко потому что в этом возрасте уже люди разделились по категориям одни такие другие такие третьи и сякие а вот когда нам было 15 16 18 лет все было в перемешку потому что ни у кого еще не сформировано нету жизненного опыта никто еще не хлебнул до сильного горя или сильного радости успеха и поражения этого еще не было люди еще не сделали выбор вот сейчас после наверное 23 24 лет это возраст когда люди уже сделали выбор примерно как они будут жить и вот когда вы в таком возрасте вы уже будете очень быстро и очень просто находить контакт с такими людьми у вас уже будут какие-то деньги вы сможете куда-то ездить посещать находить единомышленников общаться собираться в кафе на какие-то тренировки где-то в парке что туда делать совместно общественной деятельностью заниматься вы уже сможете влиять потому что вы уже свободная социальная единица да вы можете работать у вас есть определенная финансовая свобода вы можете перемещаться по этому миру поэтому единомышленники будут к вам уже просто прилипать и вот сейчас вокруг меня очень много людей уже все просто вот какое общество ты захотел вот такое прямо завтра ты можешь формировать но это друзья это было долго это шло восемь десять лет поэтому не рассчитывайте что у вас за один год изменится все окружение но вы идите этим путем в этом же есть радость жизни это же есть тот кайф потому что я с таким удовольствием сейчас вспоминаю все эти трудности сомнения в своем пути а правильно ли я сделал что я там отказался от всего ведь многие говорят да чё я буду таким правильным не пить не курить живем один раз а я думал вот а надо мне принимать такие убеждения или не надо я сомневался а вдруг я не прав и надо действительно эту жизнь прожигать вот так по полной вдруг я не прав а они правы друзья это знаете какая будет череда сомнений вы даже себе не представляете так это и есть наша жизнь это ведь и круто друзья этого все хотят вот этого движения я сейчас вспоминаю все это понимаю что без этого ну да не было бы смысла если ко мне в голову все это воткнули сразу и я бы сразу сформировала убеждение то я бы это не ценил я бы не записывал на эти темы видео не дискутировал бы я ничего этого не делал потому что ну принял бы как само само разумеющийся а когда ты осознанно делаешь выбор идешь по этому пути преодолевая трудности друзья вот после этого появляется ощущение что ты живешь не зря ты действительно живешь и что-то несешь людям какие-то знания какую-то пользу ты что-то своим примером показываешь и люди просто глядя на тебя заражаются как бы твои идеи делают также это классно а есть люди которые заражаются как идеи какой-то негативный от кого-то другого да и это их опыт и они потом возможно поймут что этот опыт опыт был ошибочный и они перейдут там на другую сторону да на сторону развития до нежели деградации вы представляете какие-то будут воспоминания ведь у меня тоже было я был с двух сторон я скажу честно у меня есть некоторые друзья детства которые ушли из этой жизни из-за алкоголя из-за наркомании это было мое и все это происходило при мне я все это видел я видел как люди с этим связались или видел как люди в этом жили ну понимаете все грани этой жизни ну наверное нужно познать но главное вот голову иметь и делать выбор самому вот друзья это мой ответ на вопрос как меняется окружение как его менять и на самом деле конкретного ответа нету это путь поэтому ждите не сворачивайте будете у вас будут откаты у вас будут откаты вы будете возвращаться к чему-то не совсем позитивному доброму но потом будете опять брать силу в кулак и опять начинать все заново я это делал много раз вот я желаю вам успехов развития осознанности друзья будьте позитивными много вам счастья с вами был павел багрянцев всем пока ставьте лайк